Открытый урок для обсуждения вопроса, который вот уже несколько лет пока так и остается открытым. На 7 тысяч километров удаленный от линии фронта Забайкальский тыл проявил особое мужество и гриоизм, ничуть не уступая бойцам на передовой. Именно поэтому добиться присвоения краевой столицы звания города трудовой доблести – дело чести. Напомним, почетное звание было установлено федеральным законом в 2020 году. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в общую победу. Это города, которые во времена Второй мировой эффективно снабжали фронт едой, техникой и прочими материалами. За первые месяцы войны в промышленность и на транспорт пришло около 13 тысяч забайкальских женщин. В Чите на базе механических мастерских был отлажен выпуск до 100 наименований деталей для самолета. Читинский паровозово-вагоноремонтный завод освоил выпуск ручных гранат и огнеметов. На Читинском шубзаводе в авральном режиме отшивали полушубки военного образца. На средства, собранные и заработанные жителями области, была построена и знаменитая танковая колонна «Комсомолец Забайкалья». С удовольствием встретились с руководством школы номер 27 и преподавательским составом, с учениками старших классов. Хочется понять настрой старшеклассников, как, куда, как они определяют сегодня свою дальнейшую судьбу, знают ли они истории города, истории Забайкалья, о Великой Отечественной войне. Речь, конечно, идет о присвоении звания города Чита, города трудовой доблести. И мы сегодня увидели полную поддержку и преподавательского состава, и ученики очень активно включились в обсуждение данного вопроса. В Забайкалье продолжается сбор подписей в поддержку присвоения краевой столицы почетного статуса. На сегодняшний день инициативу поддержали свыше 5000 земляков. Забайкальская железная дорога объявила старт для конкурса среди школьников. Автора лучшего сочинения на тему Чита, города трудовой доблести, будет ждать специальный приз от Забайкальской магистрали. Дарья Пьяникова, Виталий Квашнин, РТК Забайкалье.